а я вас не вижу а но сейчас нет я вас не вижу у вас не сильно кричат потому что битья там потому и не видит виктор просто нажал виктор то находится здесь еще ты видишь он шевелит там все работает виктором просто нажал ответить он с видео нет не нажал ответить почему и без видео так отмечу надо от вас но нажать видео так где там поменьше сделать я буду слушать тут слушаю а еще потише они совсем выключены динамики а я слышу я говорю слышу свой голос вообще там включено было да почему у нас нормально сейчас убавлено нормально я салонки маленькая ладно так еще она опять ладно а не видно потому что там витя на это работает сейчас то видно уже по наушникам еще это делает вот в томской епархии митрополит ростислав я не услышал только хорошее он был на севере такой ревностный ну что-то там видимо меняется у него характере то каким-то образом стало известно что готовится чуть ли не беседа со мной по скайпу и он что сказал чтобы это беседа не было не было а я узнал что священники некоторые собираются сюда приехать опыта поднабраться он сразу объявил им если кто поэт игнатию пусть совсем домой не возвращаются домой не возвращаются он их скинул ко мне сюда ягода пони быть не может и так и есть я говоря как этот миссионерский то отдел ну как сейчас там не степаненко там другой ягода вы не понимаете что это означает я один он митрополит а я щтец это даже эфрейтора нету у вас высшее образование у меня никакого нету совершенно вы академии кончали там семинарии лучше сравнивать митрополиты во сколько священников то и с одним с букашкой с блошкой под страхом смерти то есть они ко мне приедут какую-то бациллу подцепят вернуться и других они заразят я бы так вас понимать надо то что если приеду вот и мне один батюшка и говорит это надо же такая ненависть так вам так это вообще не объяснило и если играть так все это рассуждать тогда тогда вообще патриархии ничего нет кроме злобы то пусть бы хоть как-то один раз объяснили какая злоба то а вы неодобрительно отзываетесь ну о чем я не так а патриархии это все вся моя вина это все пророки виноваты они неодобрительно отзывались о царях о всем политическом курсе израиля вы скажите несправедливо вопреки слова божия вопрос а то неодобрительно да вы что божество какое-то или что такого себе мнения то за да за вами такое за всем исчезлица то миллионы погубленных душ а не одна душа куда весь заблудили народ то как ты думаешь а чего это они так лютует и не знает объяснование и главное я бы если он приехал суда я бы его принял накормил растислава могу побеседовать они даже эта мысль что я говорю считает хули а то ты с кем разговариваешь это митрополит вот так ой 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 они чувствуют что денег близится что их скоро погонит игнотик чаник да очень чувствует какого высокого мнения то себе то ужас один а других обвиняет кого-то в гордости я говорю а ну-ка прочитайте господи владыка живота моего один священник считает господи владыка живота мою дух праздностью ныне любосъезжание празднословия я говорю а дальше на дальше уже другая просьба я не дальше там было сребролюбие последние как тогда так у старобрядцев все это сохранила до никоновской вариации они погибли в сребролюбии и они взяли это слову выкинули потом бог их не избавляет господи владыка живота моего дух праздности уныния любосъезжание празднословия сребролюбие не дашьми зачем вы выбросили это слово сребролюбие это слишком обличает или на фоне нашей нищеты она вообще в глаза выедает это на полном серьезе все а какая моя вина если вы лежите не встаете обвинение то никакого открытия да и никуда уже не уйти начинает работать господь начинает работать вы посмотрите люди уже сами открывают открывает истину уже нельзя молчать уже подошли времена уже в мире в мире последние времена молчать уже никак нельзя нужно открывать правду да уявительное дело бог открывает есть возможность узнать встретиться побеседовать ни на какие не идут я говорю вы мне на один вопрос ответьте первая глава евангелия тиана пришел к своим и свои его не приняли это первая часть почему они его не приняли ну потому что ненавидели не поэтому они не могли его ненавидеть если бы он был такой каким они его ждали они учили ждали его тысячи лет не сотни и они рисовали какой он будет они увидели они его буквально лелеяли гладили а когда пришел христос он совсем не такой он не сходится он не на белом коне на осле и поэтому они его не приняли они его не узнали не узнали и они говорили это обманщик это мы знаем а золотой узкат они постоянно говорили то знаем то не знаем откуда придет из ефлеема а этот откуда а этот из лазарета они не знали что на фирме то родился они смотрели его метрики это было лукавство и сегодня я говорю вы православная то вера не знаете не митрополит и не патриарх да он на патриарх да еще утрясетесь то патриарх патриарх такой же человек это вы испарились этими словами то это недавно я рассказ прочитал такой иван грозный заболел но врач осмотрел его все прощупал еще запор запор ну спрашивает а что делать клизму ставить кому помазанику божию они его сразу казнили помазанику божию и клизму ставить нельзя ну ладно давай искать немца какого-то говорят немец очень грамотный там набрался ума разума притащили тут осмотрел со всех сторон его прощупал живот тут говорит выход один клизму надо ставить они его туда же ой-ой-ой нашли 3 где-то на болоте борода зеленая все какие-то травы знает поймали его разыскали притащили осмотрел прощупал и говорит клизму ставить надо да ты думаешь что ты говоришь а это помазанник божий такая горит не сказал кому ставить на кому народу у нас готова перестройка не идет запор с проектами у нас же клизму народу и ставят с тех пор вообще здорово сейчас поставили фотографию одну как фотография прям в интернете стоит янукович штаны спущены а рядом со всей силой разбахивается и путин его бьет позади создается красная прям фотография то голова то вставлены и написано эх ты витя украину то пространство говорит ой-ой-ой это критикует нашего президента да как они посмели помазанника божия трогать так и здесь митрополита не трожь епископа но если вы не правы народ не учат народ то не знаю и батюшка мне сегодня тоже один рассказывает семинария и мне пришлось говорить разговаривать с семинаристами то но они все грамотные я называю я не говорю библии то держите в руках то я буду говорить им открывать они не знают где открыть он их поймал они не знают где еще есть а главное все святые отцы а святые отцы только одно знают стяжи дух мирен вокруг тебя спасутся тысячи больше ничего не знать ягод называя святых отцов они еще не могут сказать ой-ой-ой пропали посмотрите как с каждым днем сейчас господь выводит россию выводит как говорится ее позвание империи высшей империи в мире вот такая империя не должна и должна быть испорченным ничем первую очередь надо церковь сейчас очищать чтобы наша империя засияла да господь будет чистить церковь там виктор работает я не трогаю я не задеваю но 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 он избил в кучу чтобы будет чистить церковь они чувствуют все грязные чувствуют это очень сильно чувствуют они держатся сейчас как бы сейчас сказать за свои красные места держатся так не может продолжать все время я не может материал то давал там и я ответ давал я и скопировал свои книги о том как говорят святые посылает господь вначале для вразумления небольшие казни это мятежи и прочее а когда не понимают это холера болезни тогда посылает большее пленение нашествия и на племенных о чем волошин пишет приди монгол приди китай вот они придут так что украина это комар когда пойдет китай вот тут переворачиваться придется поэтому сегодняшними днями вот этой возможностью общения проповеди молитвы надо бесценно дорожить прославляя бога завалил такой вопрос поднимали с отцом сергием вот а проповеди вообще у нас в россии у нас проповедует вообще то у нас еще проповедует ну мы не знаем всех но проповедует сказать что не проповедует этого нельзя проповедует но другой раз так проповедует я слышал думаешь лучше бы молчали я как-то беседовал с александром менем этот убитый батюшка то я говорю дали бы нашим батюшкам выступить это в диспутах он говорит ой-ой-ой такого петуха дали говорит хорошо что не дают но диспут это не проповедь проповедь он может написать по бумажке прочитать или взять проповедь я на златоуста там василия великого это пойдет но диспут я сейчас один материал выставил как я беседовал с баптистами они говорят бог не требует служения рук человеческих чтобы не крестились то я на форум выставил на форуме посмотрите конкретно указы адрес дом где была беседа и как сто процентов баптистов по этому вопросу все соглашаются они ошибались ошибались и после это у меня из прошлого времени еще написано надо работать и не ставить задачу кого-то побеждать а молодые выходят беседовать задача сразить сектанта победить его и в одной беседе у меня ни разу такой замысел не вставал моя задача была осветить то знание которое бог дал церкви через святых отцов сделать доступным для тех которые еще не в церкви так а вы их не убеждаете что к нам переходили да барани бог куда звать в какую яму в уме или нет куда бы я звал то у нас запрещено звать в нашу общину запрещено это чтобы приходи к нам или приди к нам к нам просится тогда мы узнаем сходим на дом на работу какой человек один раз разрешим прийти это вообще невероятно ну а понравится тогда будет ходить так и здесь куда звать на карикатурное сборище надо маленько на себя критически посмотреть говорит солженица да по хребту то маленько проскреси раза два но если сейчас священники будут проситься к вам взять у вас вот такие вот как говорится уроки проповеди вы будете принимать себя так священники будут говорить если священники будут проситься у вас чтобы вы дали уроки проповеди да я с удовольствием притом у меня секретов никогда не было ко мне на занятия приходили священники я когда-то много ездил потому что мы работали в мостопоезде бесплатный был билет я кому рассказываю они диву даются я приезжаю в москву у нас было где остановиться и ночью тайно приходят три епископа и приходили то не учить а учиться это не сегодня это лет 25 назад 30 а почему поделиться услышать какое мнение по такому такому вопросу вот сегодня мне заходит один там развод у него с женой а жена дочь священника квартира куплена радио родными а и она не разводится а просто поделить квартиру пополам решил что мне делать я вашу судьбу не знаю а вы пойдите к священнику там рядом я всех посылаю к священникам нет меня интересует что говорит библия про это но библия два места говорит требует верхнюю рубашку подай нижнюю и что эти судиться к внешним коринфянам павел пишет не лучше ли остаться обиженным он сразу в ответ благодарю понял вот и все тебя интересует то как думает бог ты узнал теперь а теперь ищи совет у людей или у бога вот допустим сейчас обдумали как этот майдан украина что за кем потом снайперы будут стрелять тех и других отстреливать начнется дальше вражда в крыму у них уже свой сценарий они проигрывают но я не знаю сколько но и как вот в интернете есть это не один вариант если события будут так развиваться если вот так тогда громить надо бросать зажигательную смесь коктейли эти они не берут только один во внимание потому что все что они не делают это не от бога от бога один вариант а они его во внимание не берут а это как раз единственный триумфальный поступая вот так мы как раз и победим первое признание себя недостойным и вот то что сейчас есть виновен я я я должен быть на коленях это моя вина ян златоуз говорит ты возвращаешься домой ну допустим по сегодняшнего я переворачиваю говорю получка у тебя ты получил деньги накупил всяких подарков жене пуховой платок ну ты любишь открываешь дверь и она как мегера на тебя кидаются всячески поносит тебя когда ты в уме наташа я тебя люблю то другое да я узнала где ты ходишь да ты да не было этого ей разницы нет а златоуз говорит а ты начни себя исследовать не было ли у тебя в жизни такого что ты кому-то обещал обесчестил и бросил а теперь твоя жена ничего не зная про твое прошлое что было до бракосочетания она как скальпель в руке божией она вращует тебя она влечет тебя к покаянию вот как надо рассуждать делать они в майдане этот майдан пришел когда мы уже десятки раз его призвали делами своими где мы обманывали не брали незаработанное вся эта олигархическая плесень как пишет солженицын пузатая сволочь колхозная председатели колхозов вот откуда надо рассматривать то оттуда вот тогда мы это поймем вина не сегодняшнего дня люди ничего не знаю судят а он ни в чем не повинен вот застрелили там на майдане стреляли и погибли люди ни в чем не повинны да он только назад кидал бутылки зажигательной смеси то что вы забывая забыли или как а тот человек лежит весь обожженный если не сегодня вчера не вчера год назад у бога все вымерено а если не было не было он мученик за христа он пришел проповедовать а его убили так они пришли это не проповедовать а сразить сбить убить перекрещать флагами машут тряпками этими вот как дело обстоит есть есть пророчество у меня есть десятки лет назад ставится один пророк какой-то говорил и сбывается все дословно все сбывается и вот вчера зачитывал еще раз америка как у него там по его предсказаниям вот это вот начнется кризис в америке падение доллара вот этих бирж все будут рушиться вы слышали что китай полностью отказался от доллара и переходит юань выпускает скоро у нас юань будет ходить вместо доллара америка рушатся это ливия делала это хорошо об этом стерников герман рассуждал да так но за этим за всем что погоду дает это наша жизнь это самое главное все остальные события наслаивается выстраивается или человеком или по допуску божию что от него назначено вот господь как бы вот этот план сбудется а вот этот не сбудется только и всего и все для того чтобы нас вразумить привести к покаянию он готова вообще то есть напрасно истощал силы мои я бил я кипятил этот котел переварил все кости юремии говорится а вы не поняли этого посмотрите там вот на майдан вышли священники от петони в безумии в каком-то вот за этих за самых фашистов за этих они выступили понимаете вышли несколько священников и те были за фашистов вот так никаких священников и ни слова бог никто ни разу там не произнес никакого покаяния ничего там мне сегодня говорят сейчас делается разбор кто приходил на майдан кто помогал одержать победу были все сектанты а украина так как отстойная яма для всех ереси сектантов какие только есть потом центры у них там были патриархийные которые там денисенко но не было московской патриархии и поэтому сегодня ей там место не будет западной украине это мне говорят ну бог это знает они не были и они виноваты выходит те были помогали как-то как было да никак а мне рассуждать об этом не надо мне должно быть жалко тех и других но я знаю что еремея 48 10 написано проклят то меч господин удерживает от крови мы просим да будет воля твоя все вся молитва в этом заключается и чтобы не было сегодня будет сейчас выбора они будут взрывать там мы даже бога благодарить они может быть между собой за кулисом договорились скажет и нам не мешай ли мы там разграбим разграбим а это уже вперед заначено мы будем тут пугать корабль подойдет люди будут думать что на полном серьезе к нам будут приезжать и все тебе сказали потопить курс потоплены а то есть мы все сделаем ты не уступай когда захватят дети пусть все погибают я все так делаю это кто-нибудь так я предполагаю а поэтому ты когда начнешь мы тебя тоже трогать не будем а то дальше видно будет они все рассчитывают вперед а люди думают ой как удержалась как поступил правильно да то у них уже разнаряжено это пишет мельгунов это историк когда революция это было перед революцией после февральска это выступали вот выступает один другая партия там рстдрп там друг против друга прям готовы убить на кафедре то я говорю надо же как они верят а потом гляжу горит они в буфете сидят вместе пьют хохочут друг друга по плечам хлопают то есть это все для народа кличко может быть на полном серьезе ну еще там все время боксер били по голове но не могло быть без повреждения когда чемпион мира и уж тоже на ранним ащики какие-то гладили по голове это все для народа я с людьми общаюсь у меня есть люди на западной украине вы себе даже представить не можете как как настраивают против нас они уже братья мои понимаете они не родственники они уже ненавидят меня вы представляете они меня ненавидят за то что я русский даже пусть так это ладно мы верующим у нас другое мы достойно настраивают так они простые люди они простые люди работали себе там занимались хозяйством а их настроили так что они нас ненавидят теперь понятно мусульмане нас ненавидят но мы вот проехали это не один город а шесть республик шесть и мусульмане какие мусульмане западная украина за я говорю о западной украины киев к западной относится я говорю сейчас а виниц есть такой город виница она относится к западу но мы прошлом году в тринадцатом мы очень много ездили по украине но не менее 20 городов на посетили полностью прошли весь крым я скажу для нас западная восточная никакой роли не играла нас везде принимали мы как самые родные были мы едем они нам гривны в карманы суют подъезжаем храм уже люди собрались там с колокольни смотрят заходим батюшки стоят уже только говорит слово видишь как бог а на уровне просто обыкновенного человека его легко натравить вот я сейчас приехал допустим они скажут это москаль я промолчу я приехал в западную украину во львов там где-то черновцы что там есть и они я буду говорить то снимет и я я понимаю температура будет другая это бог делают а на тех которые здесь прокоммунистические это восточные сегодня пропитаны памятниками ленина это мерзавцу не могут убрать памятники она им как раз для разумления как раз но мы попали в общий поток и на нас и ты лежащий тоже виновен как бы а ты благодари бога это это по-другому не может быть это люди мира всего если бы мы говорили по-мирски мир бы любил свое христос сказал а так как я вас убрал потому мир вас возненавидел мы это все легко повернем на рельсы христианство надо учиться прятаться за христа он солженица на себе пишет когда его допрашивали ему уже ветра в кличку дали и вдруг он говорит следую отказаться нельзя я сказал я не могу почему я христианин христианин так как же ты же капитан советской армии я уверовала здесь я говорю впервые спрятался за христа он походил походил и все на этом конец я не могу я христов я сейчас вот в полной мере ощутил на себе вот это вот эти слова христа и станет брат на брата да то есть понимаете как я на себе ощутил на меня встал мой крупный родственник троюродный брат не хочет со мной общаться понимаете как не хочет мы это тоже должны принять благожелательно не хочет мы сразу сыграть то я такой чтобы со мной общаться то это правильно господи суды твои праведные ты все это понятно что их натравили то но мы должны быть выше этого всего радуйтесь еще раз говорю радуйтесь и всегда радуйтесь они меня ненавидят и несправедливо и это возненавидели меня напрасно это написано ой господи жили у меня тоже получилось так что возненапрасно а то уже совсем близко господу а так может быть и голгофа будет ты вот свою голгофу проходишь у тебя своя голгофа у меня своя благословен грядущего имя господне царь израилев так вот слава христу слава аллилуйя я вас сегодня выставил этот материал я не забить это ушел как ты думаешь а нет по ходу не знаешь да вот я тут сейчас покажу какое здесь каши же это и янукович и хороший выставил вот каши ажи хорния то ли на вопросы где-то я сегодня этот просектантство то выставлял то так все такое это не звери вопросы крещения ну тут в первых я выставил когда-то раньше я беседовал где она у меня тут куда делась то вот ну я не знаю может быть когда-то пойдете туда или поставлю как как беседовать приходится с сектантами это на первом месте любовь конечно будут обвинения я вот немножко знался с григориан и армянами я считаю настоящей церковью а мне говорят а у них сегодня какое-то новое учение не монофилийство не монофизитство там что-то еще такое еретическое может быть и так но они ничего мне не говорили я не армянин но я знаю что у них настоящая от апостолов сохранилось рукоположение мы пришли девятьсот восемьдесят девять это даже тысячелетие они в четвертом веке уже страна была христианская древняя цивилизация и его биография григория армия армянский григорий он же святой признак одинаково их родоначальник который и наш одинаково мы его признаем на наших святца сколько он бедный претерпел наше недоразумение глупости все он будет только думать но неужели ни одного убога человека на земле не было который подсказал бы мне неважно ты большой или маленький ты большой ошибки тем более больше будут когда я в толпе стою то не видно какие нам не надета башмаки но когда я подняты выше всех на трибуне то меня видно до последней заплатки так и человек который говорит на народ он должен проверять себя перед богом потому что ответственность не за одного себя за всех кто слушал кто пошел в эфире посмотрите сейчас у них как чтобы более противного для них более неприемливо чем меня кажется никого нету появляется массово и все потрясшие и ни одного нет правильного не нет меня называют священником там да он говорит священник он растрига я никогда не был священником и я не растрига я знал что это может быть ну всякую мерзость говорят почему я за это благодарю бога что обо мне они ничего не могут сказать у меня нет ничего и поэтому они придумают а раз придумают значит лгут а лгут потому что в действительности ничего нету мою наготу мои грехи грехи бог прикрыл визы своей они меня не видят вот и все я я знаю как обойти здесь на любую ложь я нахожу благодарность богу что он меня скрыл и поэтому они придумывают это у меня брат родной отец аким и когда он был где-то сейчас не знаю в тюкале или и вот там на них стали жаловаться поехали к архиерею уберите от нас этих батюшек почему а вот мы купили вина много они его пьют это вино и это вот там когор много кто-то их видел пьяными нет не видели на куда они вино-то делает а дальше они дрова заготовили они ждут в комнате у них жарко они с батюшкой другим выйдут во дворе в трусах ходят зимой в трусах а в комнате топлива 50 градусов ну архиерей видит что они глупо глупости говорят он их прогнал они приехали а его видимо позвонил батюшка с ними встретился и говорит вот вы были к архиерею то ну почему вы поехали то ко мне не зашли я бы вам о всех своих недостатках то рассказал вы бы правду говорили то я бы рассказал там то другое чего вы не знаете я перед вами но вы меня не зато гоните то но вы бы по крайней мере правду говорили вот до чего доходит я эти то они не ищут правды они бы ко мне пришли сказали было у тебя такое ли не было понятия не имею как бы это было и вот там детский лагерь нападают выступал тут один до проповеди разве так говорят а никто совершенно ничего я зарядил его в интернете его даже нет нигде больше другой заходит грубит не пойму мужчина или женщина сейчас одна у меня тут есть разбираюсь такая дерзкая-дерзкая то ли мальчишка какой-то ли что сегодня скажу если еще выйдет у тебя если есть друзья за это время то больше наверно два месяца она то называется одним именем то проси с ними завтрак вечер я тебя удалю отсюда она не видит кто перед ней что просто дерзкая дерзкая такая душа но я не знаю мужчина женщина или пацан какой я терплю она пока церковь не трогает нападает только на меня и бога не трогает и библию как будто бы не трогает не пойму я но тут уже переходит все границы что вот дескать почему они не крестят полное погружение а вот почему у меня есть знакомый вернее был и вот это батюшка рассказывает только не с ним было с другим и он когда крестил трижды отца и сына когда святого духа ребенок задохнулся и умер я бы будет врать за 2000 лет такого не было не самому погружаться а погрузить это секунда одна до ребенка чтобы он задохнулся туда ему надо несколько минут еще ты врешься я говорю это могло быть как ну как вниз головой его пустил а сам пьяно упал а утром смотрит плавает ребенок только так могло быть больше никак это с майдана я говорю вы оттуда это говорите а я архивей про это узнал и сделал указ такой что больше не крестили с полным погружением я вот это и есть это и есть лошадь сатаны этого никогда не было ты хочешь узнать и не к старообрядцам спроси за тысячи за 2000 лет крестил кто-нибудь или нет без погружения не было этого и они ни одного не покрестили и никогда не покресят без полного погружения утопили а как утопишь ребенок вообще на поверхности плавает а то тут окунул и вынул на ломоносов михаил васильевич он был лютеранин и он однако говорил что папа поступает неправильно крестят ледяной воде лед лед плавает для того чтобы сразу похоронить чтобы ему было закрещение за похороны нельзя воду греть там придумали где-то и он это разбирает и с той стороны чтобы русская нация была гражданса сбережения народа такое слово есть поэтому когда разговаривают это глядя ты думаешь а кто это такой он что писания не имеет страха божия не имеет ему отвечать это унижение самому себе все таки сколько сколько у вас свершений я вот смотрю я вот допустим я не смог бы отвечать таким людям я с такими не общаюсь даже а вы вот уже который день и все таки переписываете с ней это другое дело вот мы сегодня мне сколько звонят а дело необычное и они меня сегодня с молитвы везде не выпускают я только успеваю отвечать подождите становимся на молитву я ответ не могу дать пока не помолился а помолился когда и у меня мысль пришла на какое-то место писания показал и сразу отсылаю батюшки иди к священнику что я не так сделал то господь посылал иди покажи священнику я говорю это не почему-то я внутренне чувствую что это правильно по иерархии а они лопают со злости а кто тебя послал игнатий какой игнатий еретик ты да больше не разговаривай с ним так он меня батюшка к вам послал ну и хватит это в этом правильно сделал но больше не ходи так я батюшка спрашивала куда деньги-то вот десятина так он сказал отдай где причащаешься но я батюшку у вас буду причащаться деньги возьми ну ты-ка игнать и не ходи они вообще малые дети ну как я могу сердиться или еще глупости такая коротенькая жизнь и так ей играть нам бог дает не по молитве нашей а взирая на молитву по своей милосердию по милости а тебе бог отвечает ну я может быть еще знаете я вот и сомневался бы может быть вашим словам если бы я лично бы и все не испыдал это на себе я же мне же тоже как говорится в ваш адрес тоже священник пишут и стараются меня отвести от вас вот а я сразу начинаю говорить а что вы имеете против лапкина вот начинаю какие-то аргументы приводить понимаете и они молча уходят то есть они не находят что ответить им я вот это лично сам на себе испытал то есть сплошная ложь идет одна ложь и все и ложь и незнание а вот он он бы не знали ему кто-то сказал и он передает уже понимаете то есть ложь уже передается главное тут был один молодой человек и он на меня нападал а он православие он и ни во что ставит а он какого-то кирика нашел там две там старосильного то и только он один как усердник во есть епископ но никто его не знает и я не скажу никому этот такой же патриархии не в грош не ставится но его вот все еретики которые со мной были воевали там не согласны и они их патриарши всех еретиков забирают к себе и что они сказали они на меня летят ну как тоже еретик сказал ты же ему и не верить даже не должен не важно берет и вот это стихотворение то написал что мажет теплым калом у да святые разве могли сказать гулу ой ой а вот это слово мажет теплым калом да ты все стихотворение то прочитай я ему это ответил тебя еще смущает слова кал и ты не знаешь что такое а как же владимир ищенин говорит интеллигенция русская тире говно так и написано говно тебе что-то не по мозгам сейчас выступает жердовский говорит майдан пахнет говном и все это напечатано все официально и говорит с трибуны ничего нет так я это слово то не сказал я сказал то что но более приемлемо а что у него да как вы еще этого слова боитесь то а я скажу дерьмо то как а верующий может ли так сказать ну давай посмотрим считаем мы второе послание петра 2 глава 22 стих как пес возвращается на свою блевотину вы считали это я мысленно с ними говорю их нету здесь ну скажут считали так давай вот на столе если на то машет человек блевотиной или теплым калом теплым то есть только сейчас из-под себя берешь ничего не имеет и на меня машешь мои труды там все замазываешь калом еще я сказал не так так кал это из заднего отверстия идет это естественно анальное это златоуз говорит и он не боялся это сказать но называется надо испражнение еще изменилось описание говорит пойдешь за стан возьми лопатку дабы за зарыть испражнение а в другом месте говорит пеки лепешки на человеческом кале на человек от кал лепешек то запах идет и он говорит господи никогда не чистого ничего не это не чистое на корове им тогда разрешено было мы всегда пекли корове кизяки делают еще я сказал не так то так вот блевотина и кал что лучше а разве можно так рассуживать можно можно это слова говорят как пес на блевотину блевотина идет изо рта ты ее видишь и противно потому что ты перепил отравился ли что там но главное от пенки а когда идешь ты на двор то отверстие златоуз говорит сделано сзади чтобы ты не видел как из тебя выходит чтобы тебе не было противно то есть это естественно и чтобы нас не омрачать господь сделал а когда ты блюешь прямо перед самыми глазами все столы наполнены отвратительной блевотиной чего вы боитесь то а если бы написал может блевотиной вы бы не возмутились да вы думаете смысл то вам и до этого свихотворения то еще три жизни надо жить чтобы узнать что там написано я с одним общался как он он говорит я прочитал все труды латкины читал книги до сих пор читаю а как только услышал вот про это стихотворение такой все я переубедил меня это стихотворение теперь поменял отношение к нему еще не читал да никогда его не прочитать это три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений по девять куплетов это полностью вся страница у от низу до вверх это четыре тома по 800 страниц чтобы тебе понятно было много это или мало это пушкин лермонтов некрасов и блок вместе взятые меньше знаете вот ко мне уже на неделе на этой три человека обратились с просьбой как приобрести книги надо где-то я не знаю реквизиты какие-то выставить возможность приобретения книг надо где-то поставить такую сделать страницу или я не знаю как лучше сделать чтобы люди уже могли непосредственно к вам обращаться и заказывать книги у меня заказывают сейчас сегодня только два заказа но не многие и многие знают как заказать ну правильно один сегодня мне говорит у меня денег нет но я когда накуплю накоплю да как них не будет у меня не будет их я нынче еду остается назад на следующий год и остается только-только чтобы для самых близких людей оставить всего тысячи экземпляров и ты учти что у меня чуть не 90 процентов уходит дарю только мне хоть маленько то на дорогу надо взять чего-то я положил на это интеллекту своего на 50 лет работы просто дело в том что люди узнают и все больше желающих приобрести книги я не спрашиваю всем кто желает а так объявлять где-то о книгах я не знаю как объявлять это нету сказать чтобы не обнадеживались сказать что ограничено уже книги очень ограничено поэтому я человек и люди когда приходят у меня для всех штамп есть порядок такой сначала я ему отвечаю посмотрите на сайт книги проверьте то ли вам надо а потом сделайте заказ перевод денег я вам тогда выше но только сначала узнайте чтобы вы не роптали я понимаю книги которая взял у которого работает это вот юрий соболев тут действительно не работает он он во всем прошлый раз с вами говорили как я занимался переплетным делом и скольких переплетчиков сделал там он для меня это такое он везде он везде это понимает это чудесно это потрясающе это он любовью своею движимый он плывет и что бы ни сказал он во всем видит для себя наущение это я понимаю человек плодотворный дерево кустится и плоды на такое он помогает на поездку помогает тоже я хочу спросить были ценные для людей сейчас трехтонник толкование на святое писание вот а если вдруг найдутся вот такие жертвы или возможно будет издать еще таких книг чтобы я написал нет издать еще если бы деньги были я бы издал но денег то нет и сегодня это страшно дорого дорого тысячи экземпляров если бы сразу набрали денег больше я бы издал не тысячу а допустим три тысячи экземпляров это сразу издавать три книги это 9000 надо но деньги у кого были бы большие он сразу бы дал деньги это можно было сделать и деньги и сказать контейнером и книги отправить я могу дать но у нас то видите уже все налажено я в книгах и в конце пишу что кто желает издать мы разрешаем сдавать издавайте но если мне как автору кинете там экземпляров то 100 это ладно было если меньше если ничего и тоже ладно это можно переиздать вот я переиздал что новый завет это 2000 дополнительные вот это трехкрасный то для слова божия нету с тысячи экземпляров и к истинному православию было 1000 потом издал на 3000 то есть мы уже кое-что переиздаем но я больше этого не буду делать я все делал сам это очень тяжело тяжело из-за денег ну очень ценный вот этот трехтомник очень ценный нужно постоянно найти такие вот источники чтобы спонсировали постоянно нужно издавать эти книги потому что эти книги очень полезные очень ценные да если бы нашелся человек который у него есть деньги настоящие деньги то не 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 тысячи потому что я скажу что чтобы издать один том 1000 это примерно требуется и 400 где-то так 400 тысяч а 3 тома 412 миллион двести это 1000 экземпляров но они будут дешевле если было бы тираж большее число тысяч но это это нашелся бы человек какой-то бизнесмен или там предприниматель с большими деньгами и трудился бы для души я все дам и эти иллюстрации короче говоря все подготовить мы же делали закладками вы видите как все сделано с какой любовью да книги просто такие я вот смотрю на них я прям я же не знаю это не могу в руки а я любуюсь они передо мной лежат а я каждый день ими любуюсь только смотрю от них уже вот такое вот идет одно то что мне сообщили что показывали библиотеку путина они стоят там и у медведя у патриарха и примерно там я не знаю сколько может быть десятки архиереев сотни священников это я все подарил подарок поэтому если мне что-то дают человек должен верить что я никуда не дену ни копейки ни копейки ни одной это бог возьмет для себя но если бы кто-то согласился мне вот у меня уже полностью сверстаны четыре книги стихов их нигде нету четыре тома это было бы очень необычно так 8 по 160 страниц там светлых будет фотографий листов о нашей миссионерской поездке уже все сверстан уже эти листы собраны нет только денег не по 750 лет как эти книги а по 800 из 4 тома стихов такого тоже никто не издавал и при том стихи на основе библии все до одного вот и все для бога конечно это не трудно но как бог сделать я не знаю я рад послужить уже все сделано это все остальное легче самая трудность была вот я сейчас считаю свои ответы вот которые вы разбираете ответы вопросы ответы маленько то хватаете вот это было самое трудное сейчас считаю как первый раз вижу эти ответы это вершина всего что было отец сергий то что чтобы да нет я буду звонить ему сейчас а то он ждет меня ну ладно остались богом да с богом если кто-то пожелает где-то как-то что-то переиздать скажите я отдаю я отдаю отдаю все что только можно и фотографии перешлю сделаем и ну все сделаем до буковки все будет сделано советы дам какие у меня опыт есть тем более на глазах эти книги если кто желает там побеседовать чтобы так было не пустословить по библии спорить я ни с кем не спорю никогда я возвестил истину он не принял я помолился и отошел мне многие говорят а почему не отвечаете но я дал я дал а ты не принял ну я еще могу сказать тебе не открытый плащ ну все с богом брат да до встречи с богом спаси христос у меня столько утешения он Сергей тот Сергей зоня цитков Сергей там еще один дудин есть в Санкт-Петербурге слава Христе в сене ключевое